привет друзья конец недели и значит время разобрать что же интересного происходило или будет происходить ближайшее время у нас стране и за рубежом вы смотрите террариум в бельцах северной столицы молдовы воскресенье 19 декабря состоится второй тур выборов примара это те выборы которые привлекли внимание всей страны потому что вы видели как там убывали кандидаты и мы дошли до того что там участвует уже сейчас во втором туре человек который набрал пару сотен голосов то есть у него при других обстоятельствах шанса бы не было никакого тем не менее он получил свой шанс напомню как происходили события сначала суд снял марину таубер лидера гонка гонки она набрала больше всех в первом туре она претендовала на то чтобы стать мэром бельс то есть это еще не факт что она бы победила потому что все таки то что она набрала первое место в первом туре совершенно не значит что она столько же набрала бы во втором но тем не менее у нее шансы были очень большие после нее снялся маркач представитель правящей партии действия солидарность он был на третьем месте то есть ушел кандидат номер один остался кандидат номер 2 грегори шин кандидатом и матри марка что же Я не хочу в этом участвовать, я снимаюсь. После него снялся Нестеровский, кандидат номер 4 от социалистов. И вот мы дошли до того, что в финал у нас выходит Григоришин, за которого проголосовали около 7 тысяч человек, и Кирильчук, это представитель партии «Патриоты Молдовы», за которого проголосовало 416 человек. Не тысяч, 416 человек. Это, наверное, один большой дом в Кишиневе, в нем может жить даже больше людей, чем проголосовало за этого товарища. И что самое интересное, что Кирильчук пытался снять Григоришина. Представляете, что бы вообще было, если бы сняли еще и Григоришина. Во второй тур вышли бы люди, у которых одного было 416 сторонников, после него, по-моему, у следующего 150, потом дальше идет 90, 60, 40, по-моему, даже у кого-то было. То есть, ну, это просто был бы какой-то нереальный цирк. Хотя те, кто говорят, что вот, сняли Таубер, лишили Бельчан выбора, за нее были все Бельчане, они, мягко говоря, гонят, очень сильно гонят, потому что за Таубера проголосовало половина, примерно, даже чуть меньше половины, от тех, кто вышел на выборы. А вышла треть. То есть, одна треть избирателей, от них половина, это получается примерно 15%. То есть, говорить о том, что это выбор всех Бельчан, 15%, это тоже достаточно, ну, достаточно несерьезно. Поэтому, так себе, знаете, выбор всех Бельчан. Конечно, скорее всего, победит на этих выборах Григоришин, тут, ну, в общем-то, более чем очевидно, каких-то чудес уже быть не может, потому что, ну, слишком огромный разрыв. За этого 7 тысяч, за этого 400 человек, поэтому тут, ну, как бы очевидно. С другой стороны, шаристы поняли, что Бельцы, это, может быть, их новый плацдарм, их так воодушевил успех в первом туре, что они решили очень серьезно заняться пропагандой в Бельцах. И для этого уже отрядили Марину Таубера, она будет теперь представителем шоровцев в Бельцах, то есть, она будет возлаговлять местную ячейку, налаживать там работу, то есть, они будут делать такой плацдарм для работы с Севером. Они хотели это делать на базе Примарии, да, сейчас им будет намного тяжелее, все-таки это не Примария, это просто офис, штаб-квартира партии, но, тем не менее, тоже могут добиться каких-то результатов. И я думаю, что они почувствовали, что там у них есть перспективы, они будут там развиваться и расти. Ну, а в прошлые выходные в Приднестровье прошли фейковые выборы. Вадим Красносельский набрал 79,4%, то есть, ну, почти, давайте округлим, 80% он набрал, но, тем не менее, выборы, как я сказал, были фейковые, потому что у него был один кандидат. Человек, которого вообще никто не знал, просто его вытащили непонятно откуда, сказали, будешь нашим конкурентом, будешь нашим соперником. Потому что всех реальных оппозиционеров, они под любыми предлогами убрали с этих выборов, то есть, никого не пропустили для участия, и поставили вот этого вот контр-кандидата, который абсолютно никому не известен, никто не знает вообще, что это за персонаж. Так, более того, он еще и не вел никакую агитацию, он проболел все выборы, он никакие встречи не проводил, газеты, он ничего не делал. И вот Красносельский набрал 80%. Не буду говорить подробно про эти выборы, потому что понятно, что это все профанация и имитация, не было там никакого выбора. Просто холдинг-шериф назначил себе нового президента, поэтому тут обсуждать нечего. Но есть два неприятных момента, которые связаны с этими выборами, которые касаются всей территории Молдовы. Первое, это то, что Россия, которая официально всегда признает, что Приднестровье это часть Молдовы. Они говорят, что это Приднестровье, это Молдова, мы признаем территориальную целостность Молдовы, мы никогда против этого. Не возражали, это подтверждали все, начиная с Путина, Лаврова и заканчая с Захаровой, Песковым и так далее. Все говорят, что это Молдова. Но тем не менее, и несмотря на то, что наш МИД просил не присылать наблюдателей на эту профанацию выборов, они прислали туда своих наблюдателей. Да, типа неофициально, типа это просто эксперты, просто журналисты, вот они сами решили подорваться и поехать срочно посмотреть, что там происходит. Но тем не менее, конечно, это, в общем-то, нарушение международного права, потому что Молдова не проводила никаких выборов. И эти люди попали туда. Так более того, когда они кого-то при въезде в Молдову задержали и отправили обратно, ну как задержали, просто остановили и отправили обратно тем же самолетом. Кого-то на выезде немножко подергали, и Россия этим очень возмущена. Даже официальные лица, даже официальный представитель МИДа Захарова, она возмущается, что Молдова творит такое, как она может задерживать наших людей. И ничего, что, в общем-то, никаких выборов там нету, по крайней мере, официально Молдова не проводит выборы. Но тем не менее, видите, вот сделали нам такую небольшую каку, и теперь как бы получается, что мы плохие, мы задерживаем людей, которые просто летят посмотреть красоты Днестра. На самом-то деле мы понимаем, что они не просто летят. И вторая очень неприятная новость, связанная с этими псевдовыборами, это то, что Игорь Дадон поздравил Красносельского с победой на выборах. То есть не поздравил никто, я имею в виду ни один президент, даже Путин, который, ну, казалось бы, должен был по логике первый поздравить, они от этого воздержались. Но Дадон единственный, кто умудрился из каких-то больших бывших чиновников, который поздравил Красносельского с победой. И знаете, говорят, что на самом деле тут нет какого-то злого умысла или предательства, или вот что Дадон просто такой... На самом деле все гораздо проще. Говорят, что он так подрабатывает, что вот он поздравляет людей за деньги. Так что, если хотите, чтобы вас поздравили с днем рождения, или вам нужен Дед Мороз на Новый год, или хотите, чтобы вашего ребенка поздравили с окончанием школы, обращайтесь к Игорю Николаевичу. Но помните, что это будет стоить очень дорого. Тем временем в Молдове разгорелся скандал, счетная палата провела аудит и выявила нарушение в процессе вакцинации. В частности, было установлено, что было использовано 7 тысяч просроченных вакцин, и 2,5 тысячи человек провились вне очереди. Ну, как бы те, что вне очереди, это понятно, это святое, Блад, у меня есть Куметро, он может тебя привить без очереди, ай, пошли. К этому вопросу нет. Но то, что 7 тысяч вакцин просроченных, это, конечно, ну это просто капец. И тем более, знаете, это же какой козырь дали шикарный в руки этим антиваксерам-мракобесам. Как они теперь друг друга будут еще больше пугать? Она же и так вакцина страшная, там же в ней и чипы, и там вообще отложенная смерть, и бесплодие. Короче, все ужасы, так она еще и просроченная. То есть, ну, еще и отравиться можно, еще и понос от этого может начать. То есть, короче, на самом деле, очень гадкое дело, если на самом деле это правда. Хотя Минздрав опровергает и утверждает, вот в частности, выпустили сегодня заявление, передача записывается в пятницу. Утверждаем, что ни одну дозу вакцины не использовали после истечения срока годности. Сбор данных о вакцинах иногда запоздал и их введение, то есть их вводят в компьютер, не имеют ничего общего с использованием. С другой стороны, я тоже немножко удивлен, потому что вот там, где я делал вакцину, мне перед тем, как делать вакцину, и, то есть, это не было сделано ради меня. Я спрашиваю людей, так делают со всеми. Сначала показывают ампулу, говорят, эта вакцина такая-то, срок изготовления такой-то, и после этого прямо при мне набирают ее и вкалывают. Вот, как могло быть, что на этой баночке, то есть, эта медсестра что должна была сказать? Срок годности, ну и Клара Ич. И такого я не могу себе представить. Хотя, мы живем в Молдове, на самом деле, может быть абсолютно все. Здесь, знаете, на самом деле важно, вот в чем разница нормальной страны от не очень нормальной, или совсем ненормальной. В нормальной стране тоже бывают всякие такие вот косяки. Все, что угодно. Преступления тоже бывают в нормальных странах. Но разница в чем? В том, что там это расследуют. Расследуют публично, открыто, так, чтобы все видели результат. Вот, посмотрим, мы нормальная страна, или мы вот те, которые не очень нормальные, или совсем ненормальные. Вот этот случай, его будут расследовать нормально, СИП, прокуратура, кто там, я не знаю, кто должен разбираться в таких делах, чтобы потом нам выложили, так, значит, ребята, виноват в этом деле, допустим, министр, или замминистра, или главврач, или, то есть, виноват. И вот он конкретный, вот человек получает свое конкретное наказание. Мы всем обществом видим, говорим, ну, да, окей, как бы случилась очень хреновая история, но, по крайней мере, виновные наказаны. Вот это, конечно, было бы очень важно, но пока этого не видно. А тем временем сюрприз, неприятный сюрприз, прилетел со стороны кишиневских властей. Муниципальный совет 15 декабря в среду 38 голосами советников проголосовал за повышение местных налогов в следующем году. В 2022 году мы будем платить на 3,8 больше, и они это мотивируют тем, что, дескать, инфляция-то выросла, ну, соответственно, значит, надо поднимать налоги. Весной, напомню, нам уже повысили налог на недвижимость почти в два раза, даже некоторые говорят, что более чем в два раза, и вот еще один новый сюрприз. И вы знаете, как удобно, вот как они хорошо устроились, они повышают налоги, но виноваты в этом центральной власти. На полном серьезе я слышу от людей, что вот гады эти, там, парламент, Санду, желтая чума, подняли нам налоги муниципальные, хочет еще поднять цену на проезде в троллейбус. Мне на полном серьезе это люди говорят, ты знаешь, Санду хочет повысить проезд в троллейбусе. Я говорю, а как Санду может повысить в Кишиневском муниципальном проезде? Да нет, ну ты что, не понимаешь, это же все от нее зависит. И более того, понимаете, они верят, что дело даже не в том, что она это по каким-то причинам хочет повысить, хотя, в общем-то, она вообще к этому не имеет отношения. Она это делает просто из вредности, она злая женщина. Поэтому она хочет повысить, чтобы вот просто вам всем насолить, чтобы вы ехали в троллейбусе, платили больше и матерились. И ведь верят реально в это. Как-то по-другому их убедить просто невозможно, потому что они запрограммированы, что так оно все и есть. Но есть и хорошие новости из Примарии. Не надо, что там все так плохо, что-то вот сидят там вредители и прячутся за центральной власти, делают нам всякие гадости. Нет, есть хорошие, реально очень классные, крутые новости. В частности, Примария Кишинева подпишет соглашение о сотрудничестве с городом Сургут, Российской Федерации. Чабан сказал, я сообщил, что команда из Примарии Кишинева может посетить регион для обмена опытом и передовых практик в разных областях. Это просто прекрасная новость могла бы быть, если бы Сургут находился где-то в Швейцарии, в Финляндии, в Швеции, так где угодно, но не там, где он находится. Потому что на самом деле это невероятно депрессивный, грязный, разбитый город. Я, кстати, всем рекомендую посмотреть. Об этом снял Варламов целый часовой фильм, кадры из которого я здесь для вас могу продемонстрировать. И там видно, что у нас, в общем-то, каким опытом хочет вообще обменяться Чабан. Вот что он хочет выучить от руководства Сургута? Где мои дороги? Ой, дороги ужасные. Такое ощущение, что ночью бомбили. Они следят за дорогами. Все мокро, город говно. Почему дороги в твоем состоянии? Дороги – вечная проблема. Да ладно, вы чего все говорят по дороге? Ты 20-й человек подряд, кто говорит про дорогу. Я знаю, что он хочет перенять оттуда. Какой опыт? Наверняка там продумали очень классную схему по распилу бюджетных бабок. И вот он хочет перенять эту схему и внедрить ее у нас на практике. Чтобы у нас были такие же прекрасные дороги, а они уже почти такие же, но просто не знают, как вытащить оттуда бабки. Там его научат. Давайте теперь немножко про международные новости. И тут вот реально плохие новости по поводу эпидемиологической ситуации в мире, в частности, в Европе. Вся Европа бьется в панике. Омикрон, омикрон. И это название какое у вируса? Омикрон. Уже страшно. Омикрон. Его надо, знаете, еще таким голосом и с тревожной музыкой. Омикрон. И все в ужасе. Закрывают границы. Вносят новые локдауны. Ставят ограничения. Уже невозможно въехать в некоторые страны в Европу. Даже если у вас есть сертификат о вакцинации, вы все равно должны пройти ПЦР-тест. И вот это вот прямо такая страшная... И да, и вот смотрите, какая новость. В Великобритании умер первый пациент, заболевший омикронштаммом коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил не кто-то, не пресс-релиз какого-то Министерства здравоохранения или какой-то больницы, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. К сожалению, да. Омикрон вызывает госпитализацию и по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер от омикрона. Это цитирую вам Джонсона. И в Румынии уже есть 8 подтвержденных случаев этого самого омикрона. Просто ужас, ужас, ужас. Подождите. 58 тысяч заболевших и умер один? Вы серьезно? То есть этот вот ужас, ужас, который омикрон, и умер один человек. То есть от гриппа умирает реально больше. Знаете, мне кажется, я не антиваксер. Я за прививки. Я за введение каких-то разумных ограничений. Но когда вот творится такая фигня, когда вся Европа начинает сходить с ума и вводят кучу ограничений, и у нас это тоже... Омикрон, слышал? В Румынии уже есть омикрон. В Украине уже есть омикрон. Все. Да будет он завтра у нас, да уже, наверное, есть. Просто у нас, как всегда, не замечают вовремя. Но не надо просто сходить с ума. Потому что на самом деле уже все исследования, и об этом говорят представители ВОЗ, то, что этот вирус менее опасный. Это штамм вируса. Он более слабый, чем та же, допустим, Дельта, которую нас пугали полгода назад. От омикрона практически никто не... Вот в Европе умер один человек, и об этом заявил премьер-министр Англии. Что из этого? Теперь закрыть всю Европу? Может быть, заблокируем вообще все границы, никого никуда пускать не будем? Знаете, я считаю, что уже какой-то пошел перебор с этим блокированием, с этим коронавирусом. Наверное, немножко надо остановиться, успокоиться, и переставать сходить с ума по любому поводу. Еще немножко международных новостей. Я говорил в прошлой передаче о том, что Байден, его пресс-служба сообщила о том, что Путину было сделано предупреждение, что если он вторгнется в Украину, Россию ждут очень серьезные экономические проблемы, полное отключение от международной системы. Тогда пресс-релиз, который прошел от президента России, там было такое, что это очень, ну, традиционно, очень конструктивный разговор, дружеская беседа, стороны друг другу там поблагодарили за что-то, что-то сказали, но вот тем не менее нет. После того, как американцы слили информацию, уже пошло заявление и со стороны России. Песков, руководитель пресс-службы президента России, заявил, да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение, вот, видимо, Байден так и сказал, если будет эфемерное вторжение, то смотрите, я цитирую дословно Песков, вот это эфемерное вторжение в Украину, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда. Вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее, и тому подобное. То есть вот из этих вот кучу фраз, которые сказал Песков, на самом деле важны две вещи. Если будет вторжение, будет изолировано. Все остальное, это вот то, что эфемерное, то есть попытался так сказать, чтобы как будто ничего не сказал. Собственно, знаете, даже Путин раньше говорил, что Песков пургу гонит. Вон Песков сидит напротив, мой пресс-середжер. Он несет иногда такую пургу, я сама смотрю, по телевизору думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Поэтому, да, с другой стороны, когда вот Песков что-то говорит, что его этого не будет, меня тут же напрягает, потому что действительно возникает большое опасение, что действительно это произойдет. Потому что если, я как бы говорю, шеф его говорит, пургу гонит, то возможно и в этот раз он гонит пургу. И вдвойне становится тревожнее от того факта, что Путин чем старше становится, тем более он вспоминает какие-то вещи, которые раньше он не помнил. Вот в частности, сейчас вышло интервью с ним большое в фильме «Россия. Новейшая история» на первом российском канале про 90-е годы. И он сказал, ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил, это касалось того, что по сути в стране шла гражданская война. То есть впервые за 20 с чем-то лет Путин сказал, что в 90-е годы в России практически была гражданская война. Ну вот все эти годы этого никто не замечал, но сейчас Путин решил об этом сказать. Более того, если кто-то может сказать, подожди, там же в Чечне действительно как бы гражданская война, внутри страны шла война. Какая-то война, если это не гражданская война. Да, но все годы российская пропаганда отрицала это и говорила, что никакой там войны нету. И не гражданская, никакой идет специальная операция. Че вы, о чем вы говорите? Вот сейчас Путин вспомнил, что оказывается была гражданская война. Не знаю, про Чечнюю или про что-то другое, но тем не менее. И более того, он вспомнил, что он еще и таксистом подрабатывал. Он заявил, иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было. В 2018 году этого не было. Два года назад, потому что тогда в интервью для Андрея Кондрашова российский президент сказал, что когда ушел с работы в мэрии, после того, как Собчак проиграл на выборах, он готов был работать в такси. То есть он тогда был готов, он думал, что может быть придется работать в такси. Сейчас вот уже через три года, в 2021 году он вспомнил, что он все-таки работал таксистом. И также вот среди этих вот заявлений интересных от Путина, он заявил о том, что величайшая трагедия. Исторической был распад СССР. Он об этом говорил и раньше, но здесь он добавил одну интересную вещь. Такой же трагедии, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз. Вот это уже реально страшно. То есть человек вспомнил о том, что Советский Союз на самом деле это была Россия, притом еще и историческая Россия. И здесь, знаете, да, вот я не удивлюсь, что человек, который верит в это, что Советский Союз это была историческая Россия, что он может устроить войну, чтобы восстановить историческую Россию на территории Украины, Молдовы, да кого угодно. Какая разница, если это все историческая Россия? Россия имеет право на свои земли, значит, пролить кровь не проблема. Ну, а тем временем есть в мире страны, которые живут не только прошлыми, не какими-то своими территориями, и у них не только в прошлом хорошо, и не только гордятся своими какими-то средневековыми завоеваниями. Вот сейчас, в Японии, врачи успешно прооперировали сердце еще не родившегося ребенка. Медики прооперировали сердце ребенка, который находился в утробе матери, это произошло в июле, и малыш родился в октябре абсолютно здоровым. Отмечается, что данная операция была произведена на 25-й неделе беременности матери. У ребенка был диагностирован стеноз артериального клапана. А ведь тоже могли бы гордиться своими какими-то победами в средневековых битвах, самураи-то умеют воевать, могли бы гордиться захватом территории, они там высаживались в Корее, в Китае, но они гордятся другими вещами. Так, и в конце обязательно положительная новость. Реально очень, я считаю, это офигенная новость. Со следующего года в Молдове будет новый профессиональный праздник. Согласно решению правительства, он будет отмечаться ежегодно 25-го июня и называться День работников морского транспорта. Праздник учрежден, формулировка, с учетом важности морского транспорта в национальной экономике и специалистов, занятых в этой отрасли. Да, я знаю, что у нас есть порт Джордж Лешт, и я знаю, что под молдавскими флагами в мире ходят суда, которые не принадлежат молдаванам, на которых не работают молдаване. Но, тем не менее, вот у нас теперь есть такой великий праздник. Я думаю, знаете, в этот день во всех портах, морских портах, Молдовы напьются моряки в стельку, будут гулять, буянить, и... кроме подводников. Подводники пить не будут, потому что все-таки, знаете, там более ответственная работа, особенно на атомных подводных лодках молдавских. То есть там все будет проходить гораздо тише. Но гордиться будут все. Все мы с вами будем гордиться, что Молдова не просто морская держава, у нас есть еще и праздник этому посвященный. Я считаю, этот праздник должен быть просто отмечен с большой гордостью. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Это был подбор событий за неделю в стране и за рубежом. Через неделю, наверное, это будет последняя передача в этом году. Сделаем ее такую итоговым, итогом ушедшего года. Что происходило, разберем с вами. А для того, чтобы не пропустить это, прямо сейчас подписывайтесь, ставьте ваш лайк, напишите комментарии, что вы думаете, какие новости я пропустил, может быть, что, может быть, надо было по-другому осветить. Пожалуйста, пишите, обсудим это вместе с вами. Все вам доброго, пока.